Ребята, всем привет! Сегодня у меня будет видео об уборке. Эдик снова на рыбалку уехал. Я успела немножко собраться, потому что планирую сходить до магазина. У меня тут кое-что случилось и понадобилась земля. Ну и заодно там хлеб куплю и что-нибудь еще. Я себе уже подготовила список дел. Сейчас я вам, наверное, покажу поближе. Переместились мы с вами тут в другое место. Вот смотрите, у меня есть блокнот, где я записываю все свои дела. И на каждый день какой-то конкретный я расписываю на таких стикерах. Отдельно вклеиваю, чтобы было понятно, чем заниматься сегодня. Ну вот мне нужно сегодня постельное белье поменять, диван пропылесосить, окна помыть, цветы пересадить. Конкретно на гибискус особое внимание, стирка, полы и так далее. Начну я с дивана. Сейчас я, наверное, покажу, что тут происходит. Показываю, как есть, поэтому не пугайтесь. Мы не так давно встали. И вот пока что я специально прям оставила так, как есть. Потому что перед тем, как постирать, мне сначала нужно пропылесосить все постельное. Да, это связано с тем, что, ну, котики, сами понимаете, шерсть. И чтобы стиральная машина лучше справилась с задачей, да и, в принципе, жила дольше, я предпочитаю сначала пылесосить, потом уже стирать. Лежит тут у нас чернуха отдыхает. Видите, в каком виде она лежит? Вообще-то она должна все еще ходить в попойню. Но тут в один из дней, приходим с работы, а она вот в таком виде. Я вообще не поняла, как это произошло, потому что самостоятельно ей полностью взять и развязать вот эти вот все узелки на спине было просто нереально. Кто-то ей явно помог. И вот если посмотреть по узелкам, видите, развязанный, только на шее сверху. Вот есть подозрение, что это был пирожок, потому что, помните, я вам рассказывала, первое, что произошло, когда мы ее только принесли домой, вот в таком виде, в попоне, пирожок ее взял за нижний узелочек, вот который над хвостом, взял зубами и потащил ее. Поэтому вот есть предположение, что это мог быть он. Мы, по идее, должны в понедельник, сегодня суббота, пойти на осмотр контрольный, последний должен быть, и нам должны были уже сказать, снимать попону или нет. На прошлом осмотре в среду нам сказали то, что швы у нее хорошие, состояние стабилизировалось, но мы и по ней видим то, что она активная. Вот последние пару дней она прям полностью пришла в свое обычное состояние, уже прям никаких подозрений нет. Так, ладно, хватит болтать, я сначала пылесосю все это дело и закидываю постельное на стирку, наверное, сразу запущу. Постельное уже все пропылесосило, вот остался только диван, сейчас буду его пылесосить и хочу сразу еще, вот тут вот какое-то пятнышко образовалось, непонятного происхождения, хочу попробовать его убрать с помощью вот этого средства для ковров, там можно и обивку мебели тоже чистить. И есть у меня еще вот такая штука, вот тоже для ковров, щеточки, вот думаю, мне это все пригодится. Стирку, как видите, я уже запустила первую партию, я обычно постельное стираю двумя частями, наволочки, простынь и какую-нибудь мелочушку, я вот туда полотенце кинула. А пододельник будет отдельно, так как он очень большой и может быть еще какую-нибудь маленькую вещь, типа там топика или что-то в этом роде, вместе не стираю, потому что мне последнее время кажется, когда много белья в стиральную машину положишь, все это плотно, хуже простирывается. Ну вот, мне кажется, так лучше. В общем, приступаю к дивану, буду его сейчас пылесосить, чистить. Потом, когда соберу, уже покажу, что получится. Хочу его собрать и оставить в таком виде. Будет у нас эксперимент, хотим надуть матрас. Возможно, я об этом до этого когда-то говорила, не уверена, поэтому повторюсь. Хотим надуть матрас двуспальный наш, который для палатки был, положить в ту комнату, которая предназначена под спальню и попробовать там переночевать, потому что та комната у нас свежая, а у нас все еще жара и, собственно, в этой комнате нам очень душно. Только что сходили в магазин, вот за землей, как и говорила, взяла два вида вот таких для комнатных растений. Это фиалки, узумбарская какая, а, фиалка узумбарская, глоксиния, бегония. Вот мне как раз для бегонии надо. Примула, бальзамин и так далее. Вот, это я туда бегонию посажу, а это для того, что у меня случилось. Сейчас сразу, наверное, покажу. Тут всякие пальмы, кротоны и так далее, то есть декоративно-лиственные. Ну, еще забежали в магазин за продуктами, тут взяли кучу всего. Вот новые йогурты какие-то, мы такие не видели. Альтеру. Гранат, мед. Ой, блин, тут мед. Ну ладно. Еще интересные вот такие штучки от свободы с гранолой. Так, наверное, у меня сейчас вблизи опять не будет фокусировать. В общем, взяли с гранолой и с мандаринами вот такие. Все показывать не буду тут. Наверное, ничего интересного. Все распаковал? Смотрите, у нас Эдик вчера с рыбалки вернулся с кубком. Ну, а что? С медалью. Молодец. Так, смотрите, что у нас случилось. Вот первое, это вот эта вот югка. Видите, в каком она состоянии стоит? Это я ее сейчас обратно поставила. В общем, они ее перевернули. Лежала она на боку, вытащенная. Вот тут все в земле. Поработали. Поэтому я ее сейчас буду... Ну, добавлю туда земли. Перлит там все, вермикулит остались. Если нужно, добавлю. У меня еще есть, в принципе. И вот это вот все надо пропылесосить. И второе. И вот с другой стороны еще одна. Это уже более свежая куча. Вот с потифилом тут стоит. Его... Это я сейчас поставила его в горшок. Они разбили горшок. Помните, как-то недавно они у меня белые разбивали? Я говорила, что он такой последний. Вот был такой же, только с другим рисунком. Тоже белый. Ну, вот это вот, собственно, он и был. Разбили тарелочки. Все разбили, короче. Не знаю, как это произошло. Ну, в общем, надо мне сегодня все хорошенько здесь пропылесосить. Как раз у меня сегодня все полы по плану. И попересаживают цветочки. То, что касается бегонии. Смотрите, вот у меня отросточек прям в стаканчике зацвел. Представляете? Какая красота. Вот мне очень нравятся именно цветы у бегонии. Сама форма. Какой тут ствол, листья. Да, такая более размашистая, что ли, форма. Не такая аккуратная и сгруппированная, как у фиалки, например. Но цветы очень красивые. Прям мне нравятся. Помыла сразу все свои кисточки. По-моему, все достала. Больше никакие не нашла. Блендер помыла вот этот розовый. И маленький зеленый не мыла, потому что он у меня вот на днях помык был. Я каждый раз, когда тоналкой пользуюсь, сразу мою. Мыло я снова с помощью вот этой вот штуки. Очень удобно, на самом деле. Сюда наливаешь какой-нибудь шампунь, мыло. Я вот в последнее время вот таким мою. Это я в фикс-прайсе как-то брала, где головы мне не подходят. А кисти прям замечательно отмывают. Вот наливаешь, включаешь. И кисть лучше промывается за счет этой вибрации. Плюс сам трешь, понятное дело. Я на два раза мою. То есть сначала прям хорошенько, ну, с тоналки там, эти тени все уходят. А потом еще раз контрольный, надо убедиться, что пена уже вся чистая. Вот они у меня сейчас лежат, подсыхают. Взяла вот такое полотенце, которое не жалко. Потому что, ну, вдруг там где-то что-то выйдет. Раньше, кстати, когда я вот таким методом не пользовалась, у меня была проблема с кистями для тональных основ. Потому что серединка вон там почему-то все время у меня оставалась с тональным кремом. У меня не получалось никак вымыть. Вот сейчас этой проблемы нет. И, кстати, вот у меня тут кисточки, которые вот с этим soft-touch покрытием. Смотрите, что с ними происходит. Я их тоже мою, но выглядит это вот так ужасно. Думаю, наверное, надо попробовать обезжиривателем или жидкостью для снятия лака пройтись, снять. Потому что выглядит очень некрасиво и оно липковатое. Вот если вдруг кто-то знает, как от этого избавиться эффекта, скажите, пожалуйста. Потому что оно прям вообще не нравится такое. Так, ну все, я их сейчас оставляю. Вот они уже подсыхают, я смотрю, некоторые. Я все-таки нашла решение, как почистить кисти. Вот это то, что у меня получилось. Но они пока что такие еще влажненькие. Вот, смотрите. Вот так вот было до. Видите, какой ужас. Прям все скаталось. Я пользовалась вот таким вот средством. Это для снятия липкого слоя, обезжириватель одновременно. Для гель-лака. Я думаю, тут абсолютно любой подойдет. Я вам сейчас покажу пример, как это происходит. Вот я беру ватку. Все это мочу. Ну все, просто трем. Сейчас вы увидите, насколько она получается черная. То есть снимается полностью слой. Пройтись так надо несколько раз. Видите? Будет чернее. И видно, когда я двигаю, видите, скапливаются штучки. Видимо, вот этот прорезиненный слой и убирается полностью. Остается только пластика. Да, надо прям потереть, подавить. У меня уже распадается. Сейчас. Надо еще попробовать. Может быть, таким же способом можно убрать все остатки от каких-то наклеек. Но в упаковках часто же там заклеивают, чтобы не открыли. И это как-то надо снимать. Так. Вот с этой стороны обязательно. Но эта кисточка большая. Здесь мне одной ватки недостаточно. А так, конечно, на вот такие тоненькие можно одну ватку на две кисточки использовать. Да, вот руки, конечно, пачкаются. Я беру еще ватку. Также мочу. Ну и все. Дотираем. Чтобы уж чисто было совсем. Сразу будет приятнее пользоваться. Совсем другие ощущения. Ну вот. Как вам результат? Пишите. Если вы еще знаете какой-то способ, как избавиться от этих вот штук, напишите, пожалуйста. Потому что вдруг, в какой-то момент у меня не будет под рукой такого вот средства или аналога. А у вас будет, допустим, другой вариант. Я бы попробовала. Ну вот, с тоненькой, как видите, все просто быстро. Раз-раз и все. Класс. Берите на вооружение, если что. Вдруг тоже у вас есть такие кисточки. Давайте еще сразу покажу, что у меня тут на выброс идет. Закончилась у меня вот такая вот тушь. И только в самом конце, когда уже прям практически все высохло, я поняла, для чего эта корона. Она, оказывается, вынимается. Вот здесь такая вот щеточка. Может быть, кто-то тоже не знал. Сначала я думала, это для разделения ресниц, для прочесывания. Ну, такая она достаточно с толстыми вот этими зубьями. В общем, я так поняла, что это для того, чтобы волосы как заколочку вот так надевать и фотографироваться. Она же называется Selfie Queen. Вот, соответственно, делать селфи с такой короной. Ну, а что, прикольно. Я коронку себе оставлю. Вдруг пригодится. А саму тушь уже выкидываю. Когда перебирали косметику, я говорила, что подумаю насчет вот этих белых карандашей. И один раз попользовалась. Поняла, что все-таки, во-первых, я не буду этого делать в дальнейшем. Мне не очень нравится эффект. И тем более их так много. Ну, в общем, я их выкидываю. Единственное, забрала вот тут колпачок. Вот с этого. Вот этот, наверное, тоже заберу. Есть у меня там карандаши, у которых надо поменять колпочки. Так, по лакам. Закончилась у меня вот такая вот основа базовая. Бейскот. Это от Blue Sky. Это один из самых первых лаков, который у меня появился в коллекции. Ему уже очень много лет. Но за счет того, что он очень жидкий, его хватило надолго. И он неплохой на самом деле. Но единственное то, что жидкий немножко растекается. А так он хороший. Вот от Masura мы с вами уже, по-моему, я вам показывала этот лак. Возможно, меня в каких-то видео даже видели нанесенным на ногти. Он был такой ярко-голубой. Вообще, когда я его открывала, я думала, что это такой более приглушенный синий. На ногтях получился такой яркий. Достаточно. Но он закончился. Этот просто закончился. Вот этот вот один из самых старых, наверное, лаков у меня в коллекции. По-моему, у меня еще есть такой синий. Но этот вот уже все, со дна не достается. Вот такой вот от Novelty. Его и мало осталось, видите, по этим вот пустотам. Но он еще и в качестве испортился. Он загустел. Вот, кстати, колпачок, который я забрала. Он загустел и очень нехорошо ложится на ногти. Вот. И это один из моих любимых топов. Сушка от Sally Hansen. Такая Insta Dry. Очень классно действует, дает действительный эффект гель-лака, продлевает жизнь. Там все так замечательно. Единственное, вот до середины доходит, засыхает. Разбавлять, если его, то эффект уже совсем не тот, поэтому. Вот жалко, конечно, но он уже прям никакой. Поэтому тоже от него избавимся. Есть у меня там на очереди еще несколько лаков. Но я ими еще разочек хотя бы попользуюсь и потом уже выброшу. Я вам покажу, когда дойдет до этого. Диван я собрала, уже весь пропылесосила. И положила сюда еще вот такие вот подушечки пыльно-розовые. В Leroy я их брала как-то для того, чтобы сочетался диван у нас со шторами. Вот этот вот столик, это временно. Этих сегодня с удочками с вами закончат. Там он на них, на нем какие-то свои рыбацкие штуки плетет. Уберем. То есть у нас остается вот этот вот черный металлический здесь. И будет еще вот эта вот деревянная лесенка. Вот это. На ней ноутбук стоит. Вот так. Еще я тут пропылесосила кресло. На нем чернуха лежит. Вообще она обычно на нем в той комнате лежала. Но пока что временно сюда переставили. Посмотрим. Может быть тоже уберем. В общем, с этой зоной закончили. Сейчас я пойду убирать кошачьи горшки. До вам показывать не буду. Покажу уже после. Я думаю, сами понимаете почему. Вот почистила горшок в прихожей. Спальный. И сейчас еще там два горшка на балконе тоже покажу. Вот так вот на балконе пропылесосила сразу ковер, контейнер. Но единственное, остались пятна. У меня пылесос уже плохо тянет. Поэтому мы его сейчас помоем. Завтра как раз он уже высохнет. Я попробую еще раз пройтись. Может быть лучше станет. Но тут в принципе не страшно. У нас ковер такой, который на выброс ремонта на балконе еще нет. Как видите, вот от застройщика. Поэтому ничего страшного. Мы его в любом случае выкинем. Подготовила сразу горшочки. Вот этот горшок. Сюда я посажу. Вот этот вот спотифилум, который у меня упал. Благодаря котикам. Вот этот вот временный. Я в него просто поставила тогда, чтобы он не засох. Сюда я посажу. Если посмотрю, вот этот вот выкопаю сейчас. Если там коврень не слишком большой, то он пойдет вот сюда вместе с этим отростком, который цветет. Если вдруг там более мощная корневая система, чем я думаю, возьму другой побольше горшочек. Наподобие такого. Вот эту юку тоже будем сейчас с вами сажать. Только что родители приезжали. Привезли нам цветочки. Я тут уже пытаюсь букет сформировать. Вот эти вот листья, я так понимаю, что это роскус. Единственное, почему я сомневаюсь. Сейчас я найду еще, может быть. Ладно, давайте достану. Короче, сейчас. Смотрите. Вот тут еще есть вот такие усики. Тяжело, я там воду налила. Видите, вот так снизу остренькие такие ножки. Вот, не помню, что было у русскуса, который мы покупали вместе с букетом. Когда в магазине покупаешь букет, там всегда он есть, часто он есть. И там таких усиков не было. Поэтому есть у меня сомнения, что это точно он. Начала я с крупных элементов. Вот по центру поставила, так как это невысокая достаточно веточка. Вот так, лилии. Это тоже лилии, они раскроются и будут крупные. Делаю асимметрично. Видите, вот этот выше, этот ниже. Ну, я люблю, когда букеты такие лохматые. Максимально, чтобы естественно это смотрелось. Вот этот тоже лилия пока что в закрытом состоянии. Так, еще у меня тут есть флоксы и остальные я даже не знаю, как называются. Я их сейчас просто делю по группам, чтобы мне их потом было удобно в букет внедрять. У меня там стиральная машина, я успела запустить стирку, поэтому извините, если будит. А еще тут есть такой интересный цветок, он мне очень нравится. Я даже на Алиэкспресс хотела такой искусственный заказать. Но я не знаю, как он называется. Может быть, вы подскажете. Сейчас. Ой, кто-то колючий. Даже подозреваю, кто он. Вот такие вот шишечки. Фиолетового цвета, очень красиво. Так, тут кто-то. Ну, супер, да? Я такое люблю. Мне кажется, это из серии полевых цветов, а полевые они прям обалденно красивые всегда. Так, я сейчас посмотрю по высоте. Нет, высоковато. Какой-то жук, какой-то жук. Блин, что делать, что делать? Я немножко укорочу. Вообще, на самом деле, по стилю, наверное, разные цветы. Тут одни ближе к полевым каким-то, да, а лилии они такие, да, нарядные, важные. Но я хочу это все равно все смешать. Мне кажется, так тоже хорошо. Они будут друг друга подчеркивать и так далее. Я, кстати, не сказала, я не флорист. Я это делаю просто на... Основываясь на свои ощущения, поэтому... Поэтому, если вдруг что-то неправильно, вы это не обижаетесь. Я это делала для себя только. Поэтому... Что-то нам нравилось. Так, вот эти товарищи сюда. Камеры немножко подниму, чтобы лучше было видно весь объем. Так, немножко поправляем. Потому что изначально вазы, видите, у меня широкая снизу. Веточки, они бывают поднимают, точнее, ножки поднимаются выше. Чем их больше, тем все там плотнее. Можно их уже поставить более вертикально, чтобы не заваливалось ничего. Так. Вот, мне тоже нравится такой вот цветочек. Смотрите, он с кисточками вот с такими. У некоторых длиннее, у некоторых короче. Но очень симпатично. Название тоже не знаю. Продолжаю разделять. Ну, в принципе, вроде бы. Как и все. Перед тем, как поставить цветок, я всегда срезаю ножку. Так. Вот секатором просто. Прямо. Срезаю прямо. Вот. И если снизу много зелени, лучше тоже убрать, потому что это все закиснет. И добавляю ненужную плотность к снегу. Ну, вот этот, наверное, убирать не буду. Он с цветочками, поэтому в листике уберу. Так. Пока их туда. Сейчас мы, наверное, с розовыми разберемся сначала, потом... Такие уже сине-фиолетовые были. Ну, вот это, по-моему, флокс. Если я ничего не путаю. Тоже обязательно срезаем. Я стараюсь цвета по очереди добавлять, потому что... Ну, так я более равномерно вот эти все цветовые пятна распределю. Я так думаю. Сейчас посмотрим, что получится. Так, все убираем, убираем. Раньше мне было жалко убирать все эти листочки. Я их по максимуму оставляла. Но в итоге воду менять приходилось чаще. Она быстрее портилась. Ну, вроде ничего так получается. Мне нравится. Вот у меня как раз на кухне, на столе сейчас ничего нет. Я думала, поставлю туда юбку, которую пересажу. Но, раз подъехали цветочки, то, конечно же, они туда встанут. Это будет намного интереснее. Так, где у меня пустовато? В камере, кстати, лучше видно. Туда подсматриваю. Сейчас покрутим, чтобы на букет можно было смотреть со всех сторон и было везде привлекательно. Поэтому надо сейчас сюда тоже чего-нибудь добавить. У меня еще есть розовый флокс. Пока его называют так, раз не выяснилось, но и еще. И так у меня как раз розовый флокс приподнимется. Так, белый-белых у меня немного. Но сейчас мы их добавим. Угу. Сейчас я уже их покороче делала, чтобы... 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 По краям, чтобы цветы вот так на спад шли. Чтобы здесь у нас тоже... Подстригаю ножку короче. Так, этот с этой стороны поставлю. Он потом распустится, будет беленький. Будет красиво. Так, у меня еще один белый остался, но я не хочу их все сзади распределять. Оставлю на передний план. Здесь мы разместим вот этот синий. Фиолетово-синий кто-то. И надо будет такой еще в центр поставить. Нет, давайте вот этот пышный мы поставим в центр. Вот этот вот. Более вытянутый назад. Сейчас мы его подстригем. Но его, конечно, коротко не получится у меня сейчас сделать. Смотрите, кстати, какой у него... Какой ствол толстый прям. Ух ты! А он полый. Интересно. Так, добавляем его сюда. Мне кажется, будет... Вот так, неплохо. Ну, вообще, в идеале, конечно, сюда бы еще что-нибудь. У меня, похоже, не хватает. Получится однобоко. А, нет. У меня же еще есть эти свисающие, я про них забыла. Ладно, пока ничего не меняю. Уже думала доставать. Все переделать. Нет. Пока придерживаемся плана. Для объема. Сейчас уже прямо в центре никаких пустот у нас нет. Это хорошо. Так, белый я хотела спереди. Сюда мы его. Да. Потом, когда раскроется... Смотрите, какая... Какие летние краски. Красиво? Единственное, вот сзади мне не нравится. Сейчас мы это будем исправлять. Так, и надо еще подумать. Видите, у меня вот этот торчит прям сильно. Наверное, надо что-то с этим сделать. Либо мы его развернем, чтобы вот этот высокий вверх, ну, по центру смотрел. Так. Сейчас попробуем его. Угу. Да. Нормально. Вы видите? Самый высокий, где по центру. Все так оставим. Вот у меня есть крохотулечки, которые в перспективе тоже раскроются. Я вот сейчас подрежу все. И как раз сзади добавим. Потом цветут. Так. Главное, чтобы всем воды хватало там. Дотянулись. Так, ну и остались вот эти вот с кисточками. Их, правда, тут две ветки только. Ну, я думаю, сейчас что-то с этим мы сделаем. Вот один, который поменьше. Я его назад. Где мне как раз цвета не хватало. Так. Ну что, второй тоже, что ли? Давайте попробуем второй тоже. Ого. Вот. Ну да, понятно, что сзади все равно чуть-чуть темнее. Но все равно красиво это смотрится. Вот эти вот сережки. Это будет передний план. К нам. Ну, вообще. Лилии, когда есть в букете, вообще шикарно смотрятся. И вот эти вот листья русскуса или подобных, ну, всегда украшают. Вот эти вот такие ненавязчивые. Сейчас я вот это вот все уберу, то, что я тут нарезала. У меня еще сегодня по плану убрать посуду. Вот целая гора. Вот. Два тазика мы тут арбуз съели. Я уже подготовила посудомойку. Вот она полностью свободная. Две чашечки уже поставила. Вот это все рвется в свой шкафчик. Они очень не любят, когда дверь закрыта, но иногда надо. Сейчас я это все споласкиваю и ставлю в посудомойку. Покажу вам. Вот так получилось загрузить посудомойку. Снизу и сверху. Осталась тут только одна сковородка. Я ее не стала складывать, потому что не мою ее в посудомойке, в принципе. Потому что вот эти вот все металлические части стираются. А она мне очень нравится. Мне бы не хотелось, чтобы у нее испортилось покрытие или еще что-то в этом роде. Это, кстати, та сковородка, которую мы в светофоре покупали. Как-то. Она там называлась, по-моему, летая, что-то такое. У нее очень высокий бортик. Она тяжелая, прям качественная. Я думаю, надо будет еще такую взять, потому что, ну, прям, качество очень хорошее оказалось. Ничего вообще не прилипает. Очень часто в ней готовим. До сих пор даже там со задней стороны у нее дно хорошее. Что вот. Сейчас я ее помою. И надо будет еще суп сразу сделать. На неделю. Ну и помыла заодно раковину еще. Поставила уже на стол. Правда, тут немножко обсыпается, но я думаю, ладно, пока пусть полежит. Вот так вот со всех сторон это выглядит. Вот, видите, здесь тоже симпатично. Так, сейчас с другой стороны тут мне неудобно. Близко получается. Ну и вот. Ну да, это более такая спокойная, конечно, сторона. Я, наверное, сейчас даже чуть-чуть разверну. Вот так сделаем. Оп. Получается, мы будем смотреть на вот эту часть в основном. Здесь немножко. И здесь. Вот. Запах, конечно, такой достаточно сильный, приятный. В общем, вот. Все, у меня посудомойка уже запустилась. Стиральная машина закончилась стирать, как раз я развесила белье. Сейчас буду новую партию запускать, там, рыбацкое. Еще вот такой вот мешочек с зеленью нам передали. Сейчас вместе посмотрим, что тут лежит. Еще не заглядывала. Так, ну давайте по порядку. Вижу тут листья салата. Так, неудобно, да? Сейчас, один момент. Какой-то здоровый мешок. Давайте я вас пока поставлю вот так. Так. Вот. Сейчас хорошо видно. Листья салата, укроп, рукола. Пока больше ничего не вижу. Салат такой зеленый и там еще фиолетовый. О, рукола. Это всегда хорошо. Это мы рады. Дальше. Поставлю в раковину, потому что сейчас все равно это все перемывать. О, мята. Обалдеть. Прям хорошая новость. Сейчас сделаем чаек мятный. Так, лук. С этим все понятно. А вот это не совсем понятно. Это похоже на... От свеклы. А, это свекла. Фу. Я уж думала, просто листья и что с ними делать. Знаю, что их едят, но... Я как-то не практиковала. Значит, свекла хорошо. Дальше. Вот, смотрите. Тут яблоки. Клубника. Очень хорошо. Утром будет, значит, творог у нас. Вишня. Вот я видела у нас в яблоке, в продуктовом магазине яблока, эти... Такие штучки, которые косточки помогают удалить. Вот хочется мне, что ли, может быть, пирог сделать. А вообще так я их буду свежим есть. Так, это мы сейчас отдельно посмотрим. Крыжовник. Угу. Это все очень полезно, замечательно. Так, а тут... Ага. А это знаете что? А это знаете что? Я думаю, у меня сейчас сестра узнает, что это такое. Короче, вот эта корзинка, она, мы так подумали, очень хорошо подходит нам в прихожую. Сейчас я примерю. Вот у нас в прихожей, я вам не показывала, временно пока нет этой корзинки. Стояла вот такая, которая сюда, она вообще никак не вписывается. Но нужно было что-то, куда складывать ключи, потому что не хотелось нам вот это вот все травмировать. Потому что мы никаким закрепителем, воском, ничем не покрывали краску. Вот. И я хочу вот эту вот корзинку сюда поставить. Сейчас. Как раз будет третий элемент. Такие природные, да, у нас здесь мотивы. Дерево с ручками из бечевки. Из подобного материала связанное. Это я сейчас уберу. Корзинка. Голубое небо море. Опять дерево. Солнце. Ну и растения. Вот. Единственное по габариту. Я сейчас смотрю, вот спереди не очень вписывается. Давайте попробуем переставить. Вот так что ли? Сейчас подумаем, чтобы красиво было. Ну-ка. Жуля, что ты скажешь? Что-то не то. Что-то не то. Сейчас подумаем, что не то. Как быть? Может просто... Да, наверное, вот так просто. Вот этот голубой стаканчик, он слишком вправо стоял, терялся. Мы его вот так левее поставили. А может быть даже и вот так. Как лучше, когда левее или чуть правее? Мне вот, наверное, вот так больше нравится. Сейчас в корзинку накидаем ключи. Как это будет потом в реале. Вот так. Пришел у нас Эдик и бросил. Оно нормально вроде, да? Так, что там еще должно лежать? Вот у него тут есть пробничек. Пробничек. Тоже сюда. Ну, вроде нормально. Как вы считаете? Что-то я когда вспоминала, думала, что она чуть поменьше. Я даже думала, что ключи не будут помещаться. Ну, нет, там еще даже место остается. Ну, корзинка классная, согласитесь? Вообще. Нравятся нам такие штуки. Ну, все, здесь у нас почти все закончено. Осталось вот с паспорту разобраться. Все у меня никак руки не дойдут. Да и пуфик. Пуфик еще надо будет сюда докупить. Желтенький. Не пугайтесь, у меня тут экстренное включение. Очень длинное в этот раз получилось видео, поэтому я решила разделить его на две части. Ну, и чтобы вас немножко порадовать, такая вот небольшая подборка весенней мимозы. Сижу сейчас сама, листая картинки, понимаю, насколько захватывает дух такое вот сочетание цветов, практически нетронутой природы, море, горы. Прекрасный пейзаж. Вы пока смотрите эти красивейшие кадры, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей части этого же видео. Пока.